В Северодвинске объявлен конкурс «Народный экскурсовод». Обычным людям предлагают рассказать о самых интересных уголках и достопримечательностях города. Как правило, о такой истории не узнаешь в музее и не прочитаешь в книгах. Некоторые северодвинцы уже откликнулись. Николай Цып продолжит. Софья Макарова – первая официальная участница конкурса «Народный экскурсовод». В Северодвинске родилась и теперь на пенсии, готова рассказать о своей истории города. Маршрут она решила построить, отталкиваясь от биографии известных людей, которые когда-то жили в городе на Белом море или были здесь проездом. Кто-то приехал на день и тоже оставил свой след. Кто-то жил здесь год, как Валентин Пикуль. Вот у меня тайный визит Иосифа Бродского. Он был здесь один-два дня, предположительно. О старте конкурса отдел туризма объявил еще в начале апреля. Сегодня напоминают, что очень ждут участников. Заявки от желающих создать свой собственный экскурсионный маршрут по Северодвинску принимают до 14 июня. У нас есть такие потенциальные желающие участвовать, которые пока занимаются набором материала. Порядка шести человек. То есть разная тематика. Есть одна тематика, посвященная старой части города. Но это не значит, что теперь эта тема под запретом идей для пеших маршрутов. Здесь масса. Старый город от улицы Железнодорожной до проспекта Ленина пропитан историей. Проспект Беломорский, индустриальная, республиканская, профсоюзная. Все это символы ушедшей эпохи, которые отражали жизнь Молотовска и сегодня застыли в современном Северодвинске. Например, вот в этом здании на профсоюзной 11А в 1938 году была открыта школа номер 2. Сегодня это обычный офисный центр. Остальные старые дома постепенно сменяют новостройки. Запомнить Северодвинск 20 века помогают и видеоархивы. Например, фильм «Здравствуй, Северодвинск», снятый студентами из Санкт-Петербурга, рассказывает о городе 70-х. «Строительные леса и краны. Самое характерное, пожалуй, что есть в растущем городе». Но и живая экскурсия не уступает кинохронике, считают в отделе туризма. «Готовит человек, житель города. Он туда вкладывает свою душу до такой степени, что даже вот эта искорка может зацепить других эмоционально участников, которые придут, послушают эти интересные экскурсии». После обкатки о новых маршрутах объявят официально и начнут набор групп. Старт работы народных экскурсоводов планируют на 8 июля. Лучшие проекты, возможно, получат и финансовую поддержку, заявляли ранее в администрации Северодвинска. Вся подробная информация в городском отделе туризма – телефон на экране.